Дарья Светличная Дарья Синицкая, исполняя конкурсную композицию Феликса Боровского поклонения, словно слушает рассказ скрипки о переживаниях и сомнениях главных героев этой музыкальной истории. Успешное выступление на престижном конкурсе стало еще одной ступенью в виртуозном владении инструментом. С раннего детства меня приводили в детскую музыкальную школу, и я увидела, как маленькие дети играют на инструменте скрипка, и она мне понравилась своим тембром и мелодичным звучанием. У Кати Страверовой музыкальный инструмент более современный. Девочка впервые выступала на фестивале «Новые имена». Она успешно прошла отборчные этапы и вышла в финал. На конкурсе она исполняла арию на саксофоне. Это произведение похоже на молитву. Оно очень мелодичное. Воспитанники музыкальной школы традиционно участвуют в фестивалях различного уровня. Конкурс «Новые имена» дает возможность для творческого роста юных талантов. Преподаватели и ученицы выбрали для участия композиции, которые показали весь спектр их возможностей. Мы подобрали более выигрышные произведения, которые показывают и техничную сторону. Ребенок может себя показать с технической стороны и с стороны кантилены. Показать свою музыкальность, выразительность, звучание инструмента. Награждение финалистов состоится на голоконцерте 10 ноября. Все участники получат памятные подарки и дипломы. Победители будут отмечены стипендиями и поощрительными премиями от правительства Нижегородской области.